Всем привет! Я Александр Рогов. Добро пожаловать ко мне в гости. Добро пожаловать на YouTube-канал Rogov Life. Давно мы с вами не виделись. Сегодня мы будем обсуждать стрит-стайл. Причем обычно все обсуждают стрит-стайл с недели моды, а мы с вами будем обсуждать стрит-стайл человеческий, потому что в своем Instagram, Александр Рогов, я всех попросил отметить меня и поставить хэштег лукфорогов на тех фотографиях, которые вы хотели бы, чтобы я обсудил. Так что будем сегодня песочить ваши луки. Приступим? Ну, вроде бы все сказал. Начнем. Так, смелых оказалось много, отметок много. 525. Конечно, все 525 луков сейчас мы с вами не обсудим. Я выберу интересные, причем интересные по нескольким причинам. И когда есть что похвалить, и когда есть за что поругать, при этом обсуждать мы с вами будем не только образы, но еще и позировку и локации обсуждать будем все, потому что я хочу, чтобы вы в ваших соцсетях всегда выглядели круто, поэтому важно не только нарядиться, но еще и подумать о том, где вы фотографируетесь, в какой позе вы стоите, насколько фотография живая, потому что сейчас уже совсем не актуально выкладывают так называемые супер постановочные кадры с отставленной в сторонку ножкой и с ручкой исключительно на талии. Так, выберу самые интересные, сделаю скрины и будем обсуждать. Надеюсь, никого сегодня не обижу, надеюсь, всем это будет полезно. Начнем мы с этой девушки. Во-первых, хочу похвалить за то, что девушка действительно ярко, яркости не стесняется. Мне очень нравится расслабленная поза и как будто бы случайный кадр. Единственное, мне кажется, что вы недостарались. Очевидно, что вы в силах выдержать более сложные комплекты. На вас такое оранжевое кимоно, яркие оранжевые серьги, золотые сапоги, золотая сумочка, но мне не хватает чего-то еще. Здесь могли появиться яркие украшения, возможно, несколько ожерелья, может быть, какая-то челма или головной убор. И вам, кстати, рекомендую обратить внимание на такую девушку известную Катрин Баба. Вот вы можете считывать ее стиль и взять ее за основу всех своих образов. Она по Парижу рассекает на велосипеде, всегда за рулем в туфлях на высоких каблуках. На ней классные массивные очки, много украшений, вот те самые челмы. Я думаю, вам она понравится. Но в любом случае, вас хвалю, не дотянули. Продолжаю. Следующий образ вот такой. В целом, в этом образе меня все устраивает. И случайная поза, и мне нравится бэкграунд, граффити, что-то там написано, надеюсь, что-то прилично. И кроссовки 3ПЛС, честно говоря, меня не смущают. Если они вам нравятся, и вы хотите их дальше продолжать носить, носите с удовольствием. Я в своем гардеробе несколько пар оставил. И джинсы расслабленные, крутые, и рубашка. А, вот! Рубашка мне нравится не очень. Я бы заменил ее на простую, объемную черную футболку. Кстати, идеально можно купить на robustop.ru. Ну, а почему бы не приклабировать свой собственный ресурс и свой бренд, правда? Бомбер очень классный. В руках у вас еще я вижу чехольчик Louis Vuitton, надеюсь, настоящий. Что меня смущает даже больше, чем рубашка? Это ваша стрижка. Я сейчас рукой закрою всю одежду и вижу мальчика с устаревшей стрижкой, не знаю, с таким коком в стиле Эллиса Пресли. И вот эта зона не подходит к одежде. Я вам, честно говоря, порекомендовал сделать то, что сделал с собой я. Возьмите машинку, сбрейте волосы и пусть будет стрижка такая короткая, хулиганская. И я вам, кстати, предложил бы обратить внимание на хулиганский стиль, такой лондонский. Его можно транслировать аккуратно. Здесь могут появиться и белые носки, какая-то цепь на джинсах. Я думаю, что с таким стилем вы справитесь. Но в целом очевидно, что вы абсолютно осознанно подходите к своим комплектам и к тому, какие фотографии выкладываете в своем инстаграм. Продолжим. Так, вот такую девушку мы с вами сейчас будем обсуждать. Это Мария Раскин из Санкт-Петербурга. И мне кажется, Мария Раскин решила отметить меня под всеми своими фотографиями. И мне кажется, 100 образов из тех, которые я сейчас вижу перед собой на мониторе компьютера, это ваши луки. И честно вам скажу, очень многие действительно достойные, классные, актуальные. Видно, что вы вдохновляетесь западным стрит-стайлом. Некоторые, правда, не до конца доработаны. И несколько комплектов ваших впереди я еще обсужу. Я их тоже наскринил. Этот комплект на самом деле мне нравится. Особенно мне нравится именно шляпа. Я не очень люблю широкополые шляпы, потому что многие носят их неправильно. Носят шляпы с очень короткими полями. Эти шляпы часто не подходят по принципу соразмерности под лицо. Ваша шляпа очень крутая, очень характерная, с супер широкими полями. И образ выглядит классно. И локацию, кстати, вы тоже выбрали очень интересного для съемки. Но тем более живете в Санкт-Петербурге. Там на каждом углу можно сделать классный крутой снимок. Единственное, что возможно, образ немножко пресноват. Все слишком очевидно. Светлая юбка, светлые сапоги, черный графичный клатч, черный жакет, черная шляпа. И еще я вижу жакет под пояс или ремнем. И, кстати, в вашем случае не буду вас за это ругать. Хотя жутко не люблю, когда жакеты подхватывают ремнями контрастными. Вот ваш ремень неконтрастный. Он сливается, при этом акцентирует внимание на талии. Симпатично. Симпатично. Поздравляю вас. Есть еще вот такой образ от Марии. Мария, вы сделали очень классный снимок. Единственное, что я сказал бы, что вы здесь не стайлингом увлеклись, а костюмированием. Потому что и ретро-машина за вашей спиной, вы на нее опираетесь. И на вас еще ретро-брюки с высокой посадкой. И подтяжки, и черная мужская рубашка. Можно было бы еще черную шляпу вашу добавить к этому комплекту. И получилось бы костюмирование. То есть, если бы мы говорили о костюмировании, о костюме, вы практически попали в эпоху. Это такие 20-е, 40-е. Но мне не хватает здесь легкости. Поэтому хотелось бы в этом сложном ретро-образе увидеть что-то очень-очень современное. Наверное, как-то так. Но не ругаю, не ругаю вас сейчас. На самом деле, практически хвалю. А вот следующий образ ваш, Марии, вот этот. Я буду сейчас немножко ругать. Почему? Во-первых, достаточно надуманная поза. Во-вторых, я бы кадр сделал чуть ближе, чтобы вы были не такой маленькой в этом кадре. Потому что справа от вот этой колонны видно часть бэкграунда. И все это, честно говоря, портит. Можно было бы кадр взять чуть сверху. Было бы классно. Вы могли бы еще больше развалиться на этих ступенях. А больше всего меня раздражает, знаете, что? Цвет ваших сапог. На вас очень яркого красного цвета платье, на вас очень яркого красного цвета кепка. Меня забавляет маленькая сумочка Жак Мюс. Надеюсь, что настоящая. А вот ваши сапоги в стиле 70-х цвета бордо вообще не подходят к этому образу. Здесь сапоги могли быть либо серыми, они могли быть красными в цвет платья, чтобы вы прямо сделали такой монохромный комплект. И в любом случае вещи в образе должны пересекаться по цветовой температурности. У вас сапоги холодного оттенка, а весь остальной наряд теплого оттенка. И вместе смотрится это не очень корректно. Если вы хотели бы объединить два этих цвета в одном образе, то тут не хватает либо жакетов цвет сапог, или, возможно, того же самого ремня, или какого-то еще элемента. И, ну, чуть-чуть перемудрились с постановкой. Хотелось бы более расслабленных кадров. Но вы, Маша, привлекли мое внимание. Радуйтесь. Все ваши луки я посмотрел. Есть еще один для обсуждения. Так что, Маша, вам повезло, в кавычках, возможно, больше, чем остальным. Покажу сейчас еще один ваш образ. Видно, что старались, и видно, что это образ на выход. Но меня даже не то чтобы пугает, а меня веселит ваш этот огромный цветок на груди. Причем он такой большой, как будто бы вы его с какой-то декорации оторвали и примостили на своем жакете. Еще не знаю, насколько он тяжелый. В общем, цветок очень большой. Мне нравятся броши цветы, но я бы предложил вам брошь, ну, хотя бы раза в два меньше, потому что вы такая миниатюрная, и на фоне этого гигантского цветка вы просто потерялись. И, честно говоря, немного меня смущает ваш ботильон. У них очень широкое голенище. Не доработан комплект, и волосы здесь кажутся мне слишком длинными, они там спутались все. В общем, что-то здесь пошло явно не так. Нужно и обувь поменять, и брошку заменить, и, в общем, комплект немного доработать. А если брошь эту оставить вы хотите, то оставьте как раз-таки для гиперпостановочных кадров, возможно, для поясных или очень крупных, чтобы брошь была только частично видно на картинке. Но в целом, Маша, вы затейница, задорная фэшиониста, продолжайте в том же духе. Вы персонаж интересный, буду за вами подглядывать. Так, разобрались с Машей, продолжаем дальше. Следующий комплект. Даю вам 2 секунды, чтобы вы этот образ рассмотрели, возможно, сделали какие-то свои выводы, и надеюсь, что с моим мнением сейчас вы согласитесь. Перед нами с вами Александра, и вот мне кажется, что Александра намудрила. И перчатки с вышивкой надела, и леопардовую панаму нацепила, и волосы распустила, и ножку еще отставила. И, в общем, как-то все это гипернадуманно, и очень сложно для меня. Я предложил бы вам пользоваться моим любимым правилом нейтрализации, и не усложнять образы слишком сильно. Мне было бы здесь достаточно либо панамы, либо этих перчаток, возможно, какого-то достаточно простого топа внутри. И, честно, меня очень смущает ваша несовременная сумка, она вообще никакие ворота не лезет. Сумку это, в принципе, лучше убрать, и кроссовки ваши тоже сложноваты. То есть, если бы вы оставили жакет, эти же брюки, эти же кроссовки, эту панаму, нейтральный топ внутри, может быть, даже свитер с высоким горлом, и сумка была бы другой, может быть, эта сумка какая-то мягкая, сумка-клатч, чем-то похожая на Батегу Вене, это вот тот самый пельмен, о котором все мечтали, кто-то, возможно, мечтает, и кто-то, возможно, ждет сейчас посылку из какого-нибудь онлайн-магазина, то было бы лучше. И фон меня бесит. Очевидно, что это не старая какая-то стена, это фотостудия, все это современное, все это самодел, развалилось, в общем, все. Развалилось. Поздравляю, Александра. Двигайтесь дальше в своих модных инсинуациях. Сейчас чихну. Сдержался. Не чихну. Продолжаем. И вы знаете, классно, что достаточно много мужских луков сегодня мы с вами будем обсуждать, и немного забегу вперед, мужские луки зачастую гораздо интереснее, чем женские, которые я увидел. Смотрите. Обсудим этот комплект, который, сразу скажу, мне очень нравится. Мне нравится, что этот образ составлен на основе простых вещей, а простые здесь брюки, футболка и обувь. А остальные вещи характерные и очень интересно друг с другом взаимодействуют. Это куртка Military Park. Здесь есть интересная вышивка с красными элементами. Под эти красные элементы подходят красные современные очки. И мне очень нравится эта шляпа бежевого цвета. Мне кажется, что это даже один из моих любимых шляпников. Зовут его Ник Фуке. И шляпа этого дизайнера в моем гардеробе тоже есть. Но у меня очень большая голова, и шляпа мне всем немножко маловато. И в кадре смотрится хорошо, но в жизни я их не ношу, к сожалению. И обратите внимание, у шляпы здесь широкие поля. Если шляпу и носить, то такую. А шляпу с куцем и полями, невысокой тулей, плетеной, не дай бог, лучше не надевать. Договорились? В общем, хвалю. Name is Pasha. Паша, я знаю, что ты меня фоловишь. Иногда даже мне свои луки на оценку присылаешь. В общем, ты большой молодец. Симпатично. Двигаемся дальше. О-о-о-о. Тоска нереальная. В общем, любовь 27-10. Не знаю, что бы это значило. Видимо, 27 ноября у вас день рождения. Вы попали в просаг. Хотя, казалось бы, на вас те вещи, о которых я часто рассказываю. Это и простой топ, и простой достаточно жакет, и простые лодочки. Но все портит что? Меня расстраивает и образ, и бэкграунд. Этот ваш диван с каким-то покрывалом в цветах. Картины, висящие на фоне вашей несовременной обои. Ну, вы хотя бы картины вставьте в одинаковую раму, что ли, чтобы их как-то объединить друг с другом. Обои поменяйте. Сейчас обои вообще уже никто не клеит. Покрасьте стены белой краской, вот как у меня. И будет вам счастье. Я бы вам очень рекомендовал изменить стрижку чуть-чуть короче. И я бы рекомендовал сместить немного пробор. А может быть, стрижку сделать даже боб с высоким достаточно затылком. И такой косой длинной челкой. Это будет очень красиво моделировать ваше лицо. Поработать над бровями обязательно, если у вас нет возможности сходить к бровисту. Есть множество уроков. И у той же самой Лены Крыгиной и у других ютуб-блогеров. Я бы вам порекомендовал чуть ярче красить ресницы. Что касается одежды. Теоретически, жакет, футболку и лодочки мы оставить можем. Брюки несовременные. Они вам маловаты. Смотрите, как они натягиваются. Сидят они достаточно низко. Воруют у вас 10 сантиметров роста. То есть, если вы брюки были высоко на талии, то ваши ноги автоматически на 10 сантиметров стали бы визуально длиннее. Поэтому заменить брюки. И, кстати, я вам рекомендовал бы здесь не такие светлые брюки, а, возможно, просто голубые джинсы. Фасона Мамс, например. Они будут сидеть высоко. Деним будет достаточно плотно. Будет хорошо моделировать вашу фигуру. А вот длина у брюк, в принципе, неплохая. Поэтому давайте вот от таких тоскливых фоток мы откажемся. Можно выбежать на улицу, сделать классный снимок. И чувствовать себя круто. В общем, любовь 2710. Ну, не очень. Не могу вас похвалить. Но хвалю за смелость, что вы меня отметили под своим снимком. И вот теперь, видите, получили. Так, ой. Ой, ты же моя хорошая. На шопинге, видимо, была. Ой. Олеся Солома. Олеся Солома взяла все свои модные пакеты. От Талвин Кляйна, от Манго, бумажные. И гуляет по торговому центру. Ой. Ну, в общем, Олеся Солома, это прям такой классический инстаграм-стилист. Все, что только можно, сразу надела и позирует. Ходила туда-сюда, туда-сюда 15 минут. И получился в итоге вот этот, как будто бы внезапный снимок. Внезапности в нем нет. Мне не нравится здесь все. Мне не нравится шляпа, которая сидит на затылке. У шляпы слишком мягкие поля. И как раз-таки в этом случае поля действительно не широкие. И, в принципе, Олеся, я вам не рекомендовал бы носить шляпы. Вы не очень высокого роста. Явно носить их при этом не умеете. Их не чувствуете. И надели ее, потому что вроде бы было надо. Здесь у нас и вечернее колье. И платье Baby Doll, которое вы подвязали белым ремнем. Который вроде бы сочетается с сапогами. Но ремень очень широкий для вас. Запомните правила соразмерности. Вы девушка миниатюрная. И слишком широкие ремни это не то, что вам нужно. Ремень должен быть средним или узким. Беленьким, да. Сапоги выглядят достаточно массивными. Поднимаются слишком высоко. Это вроде бы и не бадфорты. И вроде бы не сапоги в стиле 70-х. Я даже знаю, где вы их купили. Прекрасно это понимаю. Но я вам порекомендовал бы такие более тонкой формы сапоги. С не таким длинным мысом. Не с таким массивным каблуком. Нужно носить что-то более элегантное. Возьмите за основу стиля Ариана Гранде. Она всегда в бадфортах. То есть бадфорта должна быть гораздо выше. У сапог, которые вносит Ариана Гранде, никогда не бывают каблуки слишком массивными. Это все-таки достаточно тонкий каблук. Таким образом вы визуально будете себя вытягивать. Наденьте ту же самую объемную гигантскую толстовку, как это делает Ариана Гранде. Завяжите высокий хвост. Визуально таким образом вы себя вытянете. И вообще возьмите за основу именно ее стиль. А на вас сейчас абра-кадабра. Откуда, что, зачем, почему, чем все это объединяется. Вроде бы цветами да, но при этом вещи по силуэту, по фасону вам вообще не подходят. А эти пакеты бумажной мятой, ну зачем вам? Вы всем показали, что вы в Манго и Каллен Клянс бегали. Да, вас поздравляю, супер. Но без пакетов было бы, возможно, чуть-чуть лучше. Олеся, прости. Двигаемся дальше. Лампеева Дина старалась. Я хочу Дину похвалить. Мне нравится, что вы старались. Мне нравится, что вы хотели создать сложный комплект. И за старание похвалю правду. И на вас есть вещи, которые сохранить можно и нужно. Это ваш жакет в мужском стиле. Это ваша юбка с леопардовым узором. Если вам очень хочется такую носить, можно носить дальше. Ваши грубые сапоги-берцы. И даже вашу сумку. Но все эти вещи вместе не дружат вообще. Их ничего вместе не объединяет. Казалось бы, вы вместе пытаетесь объединить два узора. Это змеиный узор на футболке и леопардовый узор на юбке. Но они не дружат. Они не объединены ни цветом, ни объемом. Потому что сверху рисунок очень мелкий. А леопардовый узор достаточно крупный. Если бы я вам и рекомендовал надевать этот жакет с этой юбкой, но с каким-то нейтральным верхом. Какого цвета верх должен быть? Посмотрите на свою юбку и выхватите те цвета, которые есть в узоре. Там есть и серый, и бледно-бежевый, и даже черный. И пусть футболка будет просто черный. Или шелковый топ, может быть, бежево-серым. И тогда ваша юбка будет классным, интересным акцентом. Сумку эту сохранить можете. Она скорее офисная, а не расслабленная. Поэтому я вам предложил бы к этому комплекту сумку не такую объемную. Возможно, это мог бы быть какой-то клатч достаточно мягкий. И грубые ботинки оставить можно. Но в случае с этой юбкой, я бы вам рекомендовал ботинки зашнуровать полностью. Чтобы ваша щиколотка стала тоньше. Потому что сейчас низ очень объемный, очень массивный. И все. Короткая стрижка ваша мне нравится. Я, возможно, порекомендовал бы вам поиграть как-то с оправами очков. Это могут быть так называемые фейк-очки с прозрачными линзами. И очки добавили бы вашим образом остроты. В общем, на первый взгляд, вроде бы все не очень. Если разобрать, то интересные вещи в вашем гардеробе имеются. И ругаю вас за фон. Конечно же, здесь опять обои в цветах. Вы сверху какой-то фильтр со снежинками применили. Внизу калейдоскоп какой-то устроили. В общем, с фонами нужно поработать. Если очень хочется дальше продолжать фотографироваться дома. Но покрасьте хотя бы часть стены краской. И на пол положите какой-то нейтральный ковер. Например, серый. В икее можно купить супер недорогой ковер. Например, все лукбуки моего бренда мы снимаем в нашем офисе. На фоне белой стены и ковра из икеи. Он либо серый, либо с узором. Выглядит все очень симпатично. Очень просто. И непритязательно. А вот это жутко выглядит. Фон портит всю картину. Так. Продолжаю. Ой. Иванское. Имени, к сожалению, не знаю. Вот такая фотография. Почему этот лук я решил выбрать для обсуждения. Во-первых, похвалить девушку за то, что она очень красивая. Вы правда очень красивая. Очень миловидная. Но видно, как вы старались на этом снимке. Ножку в сторону оставили. То, о чем я говорил в самом начале. И ручку-то положили. И поза очень надуманная. Очень сложная. И рюкзак еще сбоку стоит. Очевидно. Почему он не за вашей спиной. Почему он не торчит немного. Почему он не лежит. Почему он стоит, как будто бы это витрина магазина. Очень симпатичную локацию вы выбрали. Мне нравятся эти гранитные блоки или мраморные. Мне нравится серая лестница. Но почему фото такое надуманное. Почему оно такое сложное. Оно должно было быть более легким. И опять-таки, вы девушка-блондинка. Со светлыми волосами. Загорелая. Зачем вы черный костюм надели. И костюм не расслабленный. Прям видно, что это офисный жакет. Приталенный. С узкими лацканами. Черные брючки в обтяжку. Я бы вам предложил, даже если и костюм брючный надеть. И даже если черный. Но надеть хотя бы более расслабленным. Может быть с брюками-киллотами. Или с более широкими брюками. И жакет, чтобы был более объемным. Не гипер-оверсайз. Пожалуйста. Если вы не носите гипер-объемные пиджаки. Как будто мужские. То и не носите. Но вот такие узкие жакетики. Которые даже не застегиваются. Но вообще нужно, к сожалению, отправить на переработку. Так что Иванская. Вы очень красивая. Но лук отстой. Вот как некрасивая, я сказал. Так. У нас здесь есть девушка из Японии. Девушка сама из Украины. Я, кстати, посмотрел ее инстаграм. У нее очень красивая семья. Муж японец. И ребенок симпатичный. Очень классные фотки. Аккаунт ваш супер. Например, зоветесь вы Ниха Окинара. Вот так эта девушка выглядит. Вам, конечно, повезло с ростом. Вы высокая. Ноги длинные. От ушей носить можно все, что угодно. Мне очень нравится этот образ. Именно по цветам. И на самом деле по трендам сезона. Вот такие укороченные кардиганчики. Очень актуально. Посмотрите, например, один из последних клипов. Дуалипы. Вот. Это тот стиль, который транслирует Ниха Окинара. Такой кардиганчик на двух пуговичках. Водолазка в лапшу. Короткая юбка. Немного в стиле 60-х с мелкими цветочками. И мне нравится, что юбка является отправным пунктом в этом комплекте. Под юбку подходит обувь. И мне нравится, что у вас обувь разных цветов. На правой ноге конверсы цвета айвори. И они подходят под кардиган. А на левой ноге конверсы розового цвета. И они подходят под цветочки на юбке. Это очень прикольно выглядит. И ваша сумка в стиле нулевых тоже очень органично вписана в этот комплект. И, по-моему, там еще серьги с цветочком. Это, кстати, серьги, мне кажется, слишком массивными. Я бы предложил от них избавиться. И предложил бы вам просто какие-то такие пластиковые сережки в стиле 60-х. Может быть, просто пусеты. И тогда было бы вообще идеально. Лук симпатичный. Шлю вам приветики и сердечки из Москвы прямо в Токио. Мне кажется, что вы в Токио живете. Так, вот сейчас у меня тут интересный разговор к вам случится. Следующий лук я хочу обсудить от Дашина от Душины. В общем, Дашина от Душина составила несколько образов. И на многих комплектах отметила меня. И есть за что вас поругать. И ругать я буду прямо сейчас. И есть за что похвалить. Но подождите. Смотрите. Сначала обсудим этот комплект. На первый взгляд, эклектика. Это то, о чем я часто говорю. Эклектичные образы, это когда в одном комплекте сочетаются вещи из разных стилей. Возможно, даже из разных эпох. И здесь вроде бы то, о чем я говорю. И юбка в горох на фоне цветов. И какие-то леггинсы со штрипками. И меховой жилет. И тельняшка. И берет. Еще красная сумка. И вроде бы она подходит под цвет берета. И под цвет узора. И еще у нас здесь какие-то ботильоны казаки с низким голенищем. Вроде бы то, о чем я говорю. Правильно? Но здесь ничего кроме цвета красного эти вещи не объединяет. Жилет слишком куцый. Почему здесь эти леггинсы со штрипками. В общем, образ вроде бы из-за цвета должен был собраться. А на самом деле вещи разваливаются. Вы просто-напросто перестарались. Здесь нужно что-то убрать. Убрать ремень. Если вам очень хочется оставить этот дурацкий жилет, оставьте. Снимите юбку, леггинсы. И наденьте вместо низа те же самые голубые джинсы объемные. И возможно образ получился бы более законченным и более понятным. За этот комплект, к сожалению, вас поругаю. И если бы вы на неделе моды в этом образе куда-то вышли бы. То скорее всего попали бы в отчет самых плохо одетых посетителей недели моды. А вот следующий ваш комплект, дорогая Дашина от Душины. Я похвалю. Потому что здесь эклектика цветовая. Смотрите, как вроде бы совершенно разные вещи классно выглядят вместе. Почему? У вас есть объединяющий элемент. Это жилет. Потому что в жилете есть все цвета, которые присутствуют в остальной одежде. И ваш жилет является супер ярким, необычным. Жилетом в стиле 60-х. Даже таким немножко жилетом в винтажном стиле. А все остальные вещи простые. И в предыдущем образе все было сложно. И сложная юбка, и сложные штрипки, и сложная обувь, и сложная сумка, и сложный жилет, и сложный пояс. А здесь у вас сложный жилет из-за сложного узора. Но все остальные вещи простые. И жилет дополняют. Научитесь этому правилу. Все остальные, кто сейчас смотрит этот влог. К жилету по цвету подходят все остальные вещи. Мне нравятся эти бермуды или шорты-кюлоты. Если хотите, очень классные. Мне нравится, что это эко-кожа по цвету, такого очень приятного, теплого оттенка. И все оттенки теплые. Мне нравится оранжевое пальто простое. Как классно пальто сочетается по длине с вашими шортами. Очень красивая, массивная пластиковая цепь. Кстати, такие пластиковые цепи до сих пор актуальны. И в частности, такие цепи можно носить еще на очках. Посмотрите последнее шоу весна-лето Gucci. Вот увидите, вот те самые очки с пластиковыми цепями. Причем цепи висят спереди. Это такая фишечка, но мы ее несколько лет назад еще в Баленсиагу демногласали, видели и с удовольствием все это применяли. Очень симпатичный берет. Он вроде бы и пикантности образу добавляет, и при этом не спорит с оставшимися вещами. И сумочка у вас какая-то там симпатичная с узором, но при этом она убрана далеко от жилета. И с жилетом по узорам не пересекается. Ну и, конечно же, ваши золотые сапоги с острым мысом. Мне здесь очень нравится. В общем, за первый лук вы получаете двойку, даже единицу, а вот за последний пятерочку вам ставлю. Так что Дашина от Душины во втором комплекте, внимание, фотографов на неделе моды вы вполне вероятно привлекли бы. Не то чтобы это как-то ново, но очень симпатично, ровно и интересно вас разглядывать. Фух, ну вроде бы не обидел. Так, продолжаем. Сейчас мы с вами обсудим, как бы красиво сказать. Ну давайте скажем возрастную моду. Меня очень часто женщины в возрасте спрашивают, Александр, как же одеться так, чтобы быть стильной, при этом не молодиться, а вот мы не знаем, что делать. Я всегда отвечаю. У возраста нет моды. Вам нужно понять, кто вы и носить достаточно простые, по сути, вещи. Я даже рекомендовал бы эти самые универсальные, базовые, культовые вещи, как тренч, идеально сидящие брюки, простой нейтральный топ, белые кеды, туфли на невысоком каблучке кит-н-хилл, не знаю, удлиненные рубашки, какие-то натуральные ткани, естественные оттенки. Вы всегда будете выглядеть круто. Тем более эти вещи сами по себе достаточно простые, что их очень легко миксовать друг с другом и получаются интересные и при этом достаточно сложные образы. Вот я хочу сейчас девушку Gross Format 2019 похвалить. Я не знаю, если вы вдруг обидитесь на фразу возрастная мода, я не знаю, сколько вам лет, не хочу никого обидеть, но на вашем примере хочу показать образы, которые будут смотреться классно на девушках, женщинах совершенно разных возрастов. Вы прекрасно оделись. Первый образ. Вы очень хорошо работаете с цветом. Мне нравится, что на вас достаточно яркого цвета брюки, при этом цвет сдержанный, такой лавандовый или пудрово-розовый. Брюки сидят достаточно корректно, достаточно высоко, таким образом визуально удлиняют ваши ноги. Мне нравится ваш бежевый тренч, мне нравятся светлые кроссовки и светлая сумка, это объединяет образ и не надо переживать, что сейчас не актуально пересекать по цвету обувь и сумки. Хотите, пересекайте, хотите, не пересекайте, делайте как вам удобно. В этом случае, мне кажется, все оправдано. Единственное, что мне не очень нравится, это футболка с рисунком на груди Love for All. Я бы вам порекомендовал, наверное, либо просто нейтральную футболку, либо, например, топ-шелковый. Он может быть цвета айвори или белым, и как раз-таки за счет того, что топ футболочного кроя будет шелковым, он добавит статусности вашему образу, если вдруг вы не хотите нейтральный трикотаж носить. И следующий комплект тоже от вас обсудим. Смотрите, я вас хочу еще раз похвалить за то, как вы работаете с цветом. Мне очень нравится, что все цвета пересекаются по температурности. Это глубокий бордовый, это болотный, это оливковый. Мне очень нравится, что на вас даже какие-то продуманные там носочки, то ли в кружочек, то ли это леопардовый какой-то узор. Но это так мило, наивно и симпатично выглядит, что за них вас ругать не буду. Грубые ботинки и интересная акцентная сумка с таким немножко этническим ремешком. Там как будто бы этнический узор, но опять-таки образ составлен из достаточно простых по фасону вещей, что в целом вот такой акцент здесь не является лишним. Я вас, дорогой мой Гроссформат, дорогая милая прелестница, поздравляю с тем, что вы запали мне в душу. Очень симпатично, очень красиво, нейтрально, мило и со вкусом. Берите пример и пытайтесь повторить. Отлично, мне нравится. Привет, Style Story, Style Stool. Ну и название, конечно. А вы знаете, мне еще нравится, когда девушки называют свои аккаунты словом стиль или мода. И здесь у нас и Style Story, и Street Stool. Еще и Сан-Франциско отмечено. А в итоге на фото, но знаете, как бы не очень. В общем, Style Story, Street Stool вы не очень постарались. Хотя, вы знаете, вот если бы вы розовую кепку, которая висит на дверной ручке надели, и еще вот эту мишуру в виде буа повязали, то вы вполне могли бы тянуть название новой Лоты Волковой. Поэтому я вам рекомендую обязательно посмотреть аккаунт Лоты Волковой. Это стилист девушка, на самом деле очень революционная, поработавшая с Баленсиагой, с Марк Джейкобсом, с Мил Мил и с Вэтмо. И вот вам точно ее инстаграм и ее стиль понравятся, и вы можете ее стилистические фишки тырить. Например, к этому комплекту, как я уже сказал, можно было бы надеть розовую кепку и это буа, и заменить ваши черные казаки, например, на какие-то дебильные лодочки на невысоком каблучке, такие, знаете, стоптанные чуть-чуть. Было бы супер. Еще, возможно, сделать вам какой-то каре, сделать блитч на волосах, прям высветлить, возможно, в бело-желтый цвет и с темными корнями ходить. И вот тогда название вашего аккаунта будет оправдано. Street Style, Street Tunes, Style Story. Понимаете? Давайте, давайте, я вижу ваш потенциал, и я вижу, что вы можете, и вы можете одеваться в хорошем смысле по-дурацки, и это будет выглядеть осознанно. Поэтому Street Style, Style Story, Street Tunes 2, вы супер. В общем, Лотта Волкова, ваша инстаграм-подруга. Срочно подписывайтесь, срочно фолловьте и срочно считывайте ее стиль и пытайтесь повторить. Я уверен, у вас получится. Кстати, пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, хотите ли вы его продолжение, хотите ли вы отправлять нам свои луки для обсуждения. И, возможно, хотите ли вы придумывать тематику, чтобы вам давали задания и следили за тем, как с заданием вы справляетесь. Ну, практически школу мода бесплатную для вас организовал. Продолжаем. Ой, ну вот это услада. Услада для моих глаз. Это Настя Суханова. И у меня здесь даже несколько образов Насти сохранено. Настя. Ну, правда, как я уже сказал выше, услада для моих глаз. Мне нравится абсолютно все. И как вы выбираете локации для съемок, вы находитесь в кадре на фоне просто покрашенной стены. Краской здесь просто, казалось бы, асфальт. На другом снимке за вашей спиной граффити. Это так круто смотрится. Вот так классно работаете с цветом. Вот так классно работаете с фактурой. В первом комплекте на вас шорты из эко-кожи. Мне очень нравится, как все собрано по цвету. Это, на самом деле, филигранная работа. Я, как стилист, очень ценю, когда комплекты по цвету очень оправданы. Это очень стильный монохром. Мне нравятся и шорты, и расслабленный свитер с высоким горлом. Кстати, если кто-то похожий свитер ищет, знайте на rogovshop.ru. Совсем скоро в продаже появятся наши культовые, я даже уже скажу, свитера. Наш просто хит-продаж с высоким горлом, очень широкими рукавами. Следите за обновлениями. Они появятся в очень классных новых оттенках. И ваш свитер мне очень импонирует. Мне нравится, что горло вы не стали закручивать, что он расслабленный, что волосы оставлены внутри свитера. Этот объемный жакет по цвету пересекающийся и разбавляющий, казалось бы, пресное достаточно цветовое сочетание. И сумка, как будто бы тоже цвет продолжает. Прям, прям супер. Очень красиво. И мне нравится, как вы черные аксессуары вписали в этот комплект. Здесь черные очки, я вижу черный ремень и черные сапоги. Очень красиво расставлены акценты. Очень расслабленная поза. И вроде бы вы здесь носочек тянете, но при этом это не просто встало руку на талию и ножку отставило. А это очень красиво подано. Прям, прям супер. И второй лук бомба. И юбка ваша, это мне нравится. Очень похоже на дресс-ванот. И мне не знаю, что на вас за бренд надет. И простая футболка по цвету, пересекающаяся с юбкой. И грубые ботинки. И этот объемный пиджак. И какая-то сумка, она летит в воздухе. И видно, что вы просто реально наслаждались от того, что вы позируете. Ваши темные корни. И черные очки. Ну, просто я вас захвалил. И просто это уже даже неприлично. Очень красиво. Прям все подпишитесь на Настю Суханову в Инстаграм. Вдохновляйтесь. Потому что это правда очень просто, очень легко. Такое можно повторить. Самое главное в магазинах находить те вещи, которые по цвету будут классно гармонировать друг с другом. И я так понимаю, что фишка Насти именно в этом и заключается. Она очень классно работает с цветом. При этом обратите внимание, какие сложные у нее комплекты. И какие на самом деле простые вещи входят в состав этих комплектов. Просто свитер, просто шорты, просто юбка, ну да, с валаном. Просто жакет, просто футболка. Выглядит офигенно. Прям Настя, ловите сердечки. Даже, о боже. Ну вот смотрите. Мы разглядывали один монохром, который я хвалю и который реально выглядит очень современно. А теперь мы с вами рассмотрим другой монохром. Вот это называется «Почувствуйте разницу». Если Настя собирает сложные комплекты из простых вещей, то Финтерлис Лайф из Тель-Авива собирает монохромный комплект из очень сложных вещей. Вот вы сейчас можете почувствовать разницу. Смотрите, анализируем. Здесь сложный жилет с очень низкоопущенными лацканами и с накладными карманами. Под жилетом очень сложное платье с кружевом в стиле нижнего белья. Между жилетом и этим платьем находится какое-то другое платье из белой сетки в горошек. Еще и с манжетами, которые вы подняли очень высоко. На шее, на вас почему-то здесь украшение из ракушек. Почему здесь украшение из ракушек? Чем они здесь оправданы? Вот та самая нелепая шляпа с узкими полями, которая вообще не подходит к этому комплекту IC, она и вписалась бы классно. То эта шляпа должна быть просто с этим жилетом и чем-то нейтральным внутри. И при этом на вас очень яркого цвета, практически цвета фуксии, лодочки с острым мысом. Но здесь все разваливается. Вообще не объединено ничем, кроме цвета. И вещи очень сложные. Запомните правило. Чем сложнее вещи, тем сложнее из них собирать комплекты. Вы явно не умеете. Я вам рекомендовал бы, дорогая Финтер Лис Лайф из Тель-Авио, подписаться на Настю Суханову. И посмотрите, как она одевается. Тем более фактура у вас шикарная, у вас очень красивое лицо, у вас высокий рост, у вас красивые ноги. Вы можете себе позволить гораздо более интересные комплекты, чем то, что я здесь увидел. Это очень надуманно. Это вот опять-таки тот самый случай, когда перестарались, так сильно старались, что аж пролистать хочется. В общем, вы даже 40 лайков не заслуживаете, которые под этим постом вам поставили. А в комментарии, это тот самый момент, когда образ подбирался под место, а именно под время суток. И при мягком свете заката все эти валаны и многослойность выглядят особенно классно. Ну, что-то вы там придумали, своим комментарием пытались оправдать этот лук. Не получилось. В общем, я вас ругаю, нехорошо. От гипюрового платья белого, в принципе, надо избавиться. Все остальные вещи, если очень хочется, оставьте, но их уравновешивайте. Платье с кружевом наденьте с косухой и грубыми ботинками. Жилет наденьте с простой футболкой, джинсами. И бог с ней, с этой шляпой, если очень хочется. И украшение из ракушек. Но, поверьте мне, не с этими вещами нужно носить. Еще одна. Стиль Берлин. Вот опять, название стиль. Я здесь стиля не вижу. Я здесь вижу какую-то абракадабру. Честно говоря, прожил полгода в Берлине. И прекрасно понимаю, как там все одеваются. Это вполне себе Берлин стайл. Но даже в этом должна быть какая-то логика. Здесь вроде бы все объединено цветом. Здесь и черный, и бутылочно-зеленый, и глубокий синий. И по температурности все правильно. Но все очень сложно. И как будто бы еще какого-то объема не хватает. То ли не надо было бы поясывать пальто ремнем. И пальто должно было быть более объемным. И тогда были бы оправданы и эти носки, и эти ботинты в мужском стиле. И эти джинсы с кривым срезом. Если спасать лук и предполагать, и знать, что девушка живет в Берлине, этот лук можно спасти пальто. В раскрытом виде. И не знаю, что там внутри. Это что, свитер с таким высоким горлом? Ну, в общем, нет. Нет. Но у меня здесь поток странных луков. Следующий образ тоже хвалить не буду. Но давайте проведем эксперимент. Девушку зовут Зунафе. Фолловид не обязательно. Итак, я вам сейчас опишу, во что девушка одета. И вам вполне вероятно покажется, что это неплохо. Смотрите. На Зунафе джинсы голубые. На Зунафе тельняшка. На Зунафе небрежный шарф. На Зунафе синий тренч. И городские кеды синего цвета с белыми шнурками. Ну, вот вроде бы звучит неплохо. Но. Понимаете? Давайте разберемся, что здесь портит картинку. Во-первых, поза. Я, конечно, за небрежные случайные картинки. Но это небрежно? Нет. Это случайно? Нет. Это какая-то дурацкая гримаса взрослой девушки. И этот кадр точно в топку. Он не веселый. Он не интересный. Он дебильный. Во-вторых, все портят несовременные вещи. Смотрите, джинсы слишком узкие. На джинсах слишком много потертостей. Такие джинсы сейчас не актуальны. Если бы джинсы были просто голубыми и более расслабленного силуэта, укороченными, подкрученными, при этом достаточно объемными на бедрах, было бы лучше. Тельняшку можно было бы спереди немножко заправить. Знаете, так, подоткнуть, чтобы талию отметить. При этом тельняшка могла бы быть с напуском. В принципе, эту можно было бы оставить. Тренч? Ну ладно, серединки наполовинку. Нет этого, оставим. Но это кашне. Это кашне. Нельзя носить. Если вы в магазине увидели кашне, вот такое, из льняной тканюшки, мятой, с висюльками по бокам, с таким принтом, с таким узором, пожалуйста, бегите от этого кашне. Чем дальше, тем лучше. И не носите так, вот этой кулечкой завязано, заправлено, и здесь спереди все это валанды. Мужчины многие кашне зачем-то носят. Перестаньте, не надо носить кашне. Это ужасно, это несовременно, это выглядит чудовищно. Итак, если мы уберем кашне, если мы выберем с этой девушкой из Унафи, или другой кадр, где она не дурачится, а, например, просто небрежно проходит вдоль стены. Если мы поменяем джинсы на более современные, то было бы даже неплохо. И вот мне, честно говоря, не хватает стрижки, это просто длинный волос, убранный хвост. Либо здесь хочется более небрежную гульку, чтобы часть пряди свисала. Для этого нужно сделать удлиненную челку, чтобы, например, это была гулька небрежно закрученная. Знаете, можно прямо оставить даже такие петухи. И вот, например, здесь свисала бы челка. Тогда было бы супер. И в сумочку добавили какую-то нейтральную, например, сумку кроссбадди. Претензий не было бы, но это все плохо. Разобрались. Ну, наконец, наконец, есть что похвалить. Обсудим следующий комплект. Мне очень нравится, когда девушки, особенно с такой яркой внешностью, сочетают романтичные чайные платья. Например, со спортивными толстовками, с каким-то, казалось бы, неподходящим узором, с объемными куртками. Вообще, все это очень похоже на стиль Оли Шу. Мне кажется, Шу так оделась бы. Вот Шу тут сидит под камерой, говорит, да, оделась бы, нравится. Понятно, что мы не будем говорить, что это прям какое-то невероятное новаторство. Но это классный, расслабленный стрит-стайл и романтичный, и дерзкий одновременно. В общем, Риту Аганову очень сильно хвалю. Рита большая, молодец. Очень классно вы одеты. Единственное, мне не очень нравится чехольчик ваш на телефоне. Слишком он акцентный, там, чехольчик с леопардовым узором. Вот, без чехольчика было бы отлично. Очень неплохо, на каждый день отлично. И вы, конечно, еще высокая, хорошо сложены, вам можно носить. И вот это сочетание несочетаемого в этом случае объединено. Какими-то красными элементами и на платье, и на узоре, на вашей толстовке. И куртка-косуха все это красиво объединяет. Мне нравится, что она объемная, распущен ремень у нее. Супер, класс, очень небрежно, классно. Хотелось бы, конечно, этот образ увидеть на улице, но, возможно, вы в самоизоляции на улицу не выходили, сфотографировались у себя дома. Но претензий к этому снимку у меня нет. И зеркало у вас симпатично с такими боковыми гранями. Вы в этих гранях отражаетесь. Можно было бы с этими гранями, кстати, поиграть. Не включать режим портрета в этом случае. Возможно, чуть ближе подойти к зеркалу и захватить ваше отражение в гранях. Смотрелось бы это очень симпатично. Рита из Таганрога, Ростовская область. Ну, классно. Че, молодец. Ой, да это мое любимое фото. Можно я его напоследок оставлю? У меня есть любимая фотка для конца влога. Ну, раз уж мы сегодня с вами о позах разговариваем, давайте вот это тоже обсудим. Ну, смотрите, красивая девушка, блондинка, с шикарной фигурой, надела зачем-то на себя платье в стиле 60-х, с темными колготками линного оттенка, которые вообще не подходят по цвету клетки платья. Батфорты, конечно, сейчас актуальны, но они с таким сложным каблуком. Я бы рекомендовал вам более изящный каблук, и тогда такие батфорты были бы идеальной инвестицией на несколько лет. А эти какие-то слишком сложные, слишком акцентные. Плюс вы блондинка, а вы к светлым волосам надеваете такие темные, сложные вещи. Зачем-то сели в эту развратную позу, почему в этой позе сидите попой в кадр, выставили ногу вперед. Вы экспериментировали, но по позе, возможно, эксперимент удался. Но почему между ног там свисает рука вот в такой позе? Вторая рука у вас находится на колене и тоже выглядит как клешня. Почему вы ее не поставили на талию, для того, чтобы создать еще один угол, еще один изгиб? Ну, в общем, позу практиковать и дальше, фотографироваться не в такой одежде, и вообще то, что на вас сейчас надето, к сожалению, спасти невозможно. Я порекомендовал бы вам какие-то более свежие оттенки. И, конечно, хотелось бы увидеть фото для обсуждения в полной остыне вот в такой закорючке. Ну, простите меня, Оля Красноярова, я не специально. Вы сами меня на этом снимке отметили, поэтому имею полное право высказать свое мнение. И, кстати, давайте поднимем этот вопрос. Почему я сейчас все это себе позволяю? Люди сами поставили мой хэштег под своими снимками, поэтому сейчас мы эти фото обсуждаем, и я позволяю себе судить и давать какие-то советы. Я не просто в Инстаграм сейчас открыл чужие фотографии и сижу их тут песочью. Это то, что делают часто многие из вас, когда вы заходите на чужой профиль, и под фотографии, которые человек выставил, например, под моей, с каким-то особенным посылом, начинаете писать свои рекомендации по поводу цвета волос, длины брюка, обуви, чего-то еще. Если вас не спросили, ваше мнение никого не волнует. Понимаете? У вас есть право высказывать мнение тогда, когда о мнении спросили. Поэтому давайте быть чуткими, воспитанными и не флудить там, где не надо. Тема закрыта. Ну, эту девушку я знаю. Это моя коллега из Курска. Зовут ее Татьяна. Таня. Заметил твой лучок. Обсудим. Что скажу? Конечно, все это не ново. На Тане здесь прессированная юбка, сапоги в стиле 70-х, пальто, кстати, если я не ошибаюсь, это пальто бренда Айн Студио российского. Давайте поддерживать российских производителей. Светлый свитер и шляпа с очень широкими полями, слава богу, и классическая модель сумки Луи Виттон. И, кстати, мне нравится, что ты еще в руках держишь здесь тюльпаны. В принципе, неплохо. То есть, это в принципе неплохо. Я бы не сказал, что это супер лук для обсуждения, но очень красиво сработано по цветам. И если, смотрите, мы с вами до этого обсуждали очень красивый монохром, то здесь я не сказал бы, что это монохром. Это даже такой нежный колор-блокинг, потому что здесь есть и айвори, и бежевый, и такой оливково-салатовый, и коричневый. И вместе все это очень органично смотрится, потому что пересекается по температурности. И для того, чтобы разбираться в том, о чем я сейчас говорю, как я, вам необходима насмотренность. Смотрите картинки, анализируйте, экспериментируйте, миксуйте вещи друг с другом, и тогда у вас будут получаться классные комплекты. Не нужно думать, что вы можете пойти на курс по стайлингу и сразу научиться все миксовать. И не нужно думать, что есть какие-то правила, которыми можно пользоваться и сразу собрать идеальный комплект. Вам нужна практика, потому что то, чем занимаюсь я, например, стайлинг, это прикладная профессия, и нужно очень много практиковаться, чтобы у вас классно получилось. Ошибаться не страшно, это нормально. Практиковаться и участвовать вот в таких обсуждениях. Смотрите, учитесь, впитывайте и практикуйте. Двигаемся дальше. Ну вот, мужской стайл. Смотрите, как это круто. Это очень круто. Я хочу Джей Треско, Евгений, возможно, похвалить из Москвы. Евгений, вы сейчас видите, как, мне кажется, идеальный мужской стиль. И я даже знаю, кем, мне кажется, этот человек вдохновляется. И Джонни Деппом, и немножко Дэвида Бэкхэмом. Вот прям стиль Дэвида Бэкхэма. Классные джинсы прямого силуэта. Не скини, не в обтяжку. Идеальные джинсы. Вот посмотрите сейчас на фото, и вы поймете, какими джинсы быть должны. Мне даже нравятся ваши спортивные кеды. Это найки, насколько я вижу. Серая водолазка, нейтральная, по цвету пересекается с кепкой. И кепка мне нравится, что она характерно, объемная, а не куцая малышка. Очень классная куртка. При этом эта куртка косухая, и вы классно очень подняли воротник. Мне нравится ваша классическая форма очков. И эта авоська с продуктами выглядит очень иронично. Ирония, это то, что нужно. Без авоськи было бы пресновато. А вот с авоськой прям супер иронично. Мне очень нравится, вас хвалю. Это тот самый мужской стиль, на который я очень рекомендую всем мужчинам нашей стороны обратить внимание. То, как одеваюсь я, это все-таки образы для стилиста, для человека, который увлекается модой, и многие тренды, которые я транслирую, на самом деле не для всех. А здесь мы с вами видим очень классную, добротную, универсальную, крутую одежду, которая действительно классно смотрится. И в этом есть стиль. Хотя, опять-таки, все достаточно просто. Кепка, очки, водолазка, куртка косуха, джинсы и кеды. Но это очень красиво. Я прям, я прям доволен. Еще один мужской лук. И, кстати, заметьте разницу. Сейчас я хвалю образ вот такой, максимально повседневный, понятный, мускулинный. И параллельно с этим сейчас я буду хвалить вот такой образ. Это образ джендер-нейтральный. Смотрите, здесь на чабике, ну не знаю, как зовут человека, чабик, кстати, фото из Парижа, вещи, которые могли бы оказаться и на мальчике, и на девочке. Здесь жакет-смокинг на одну пуговицу, надеты на голое тело, на шее чокер-цепь, на чабике юбка, юбка, да, вы не ослышались, черные классические брюки и такие немножко ковбойские ботинки, похожие на Сен-Лоран, и достаточно удлиненное каре. Мне очень такой стиль нравится. Конечно, он не для всех, конечно, не нужно так одеваться всем, и я ни в коем случае не призываю все мужское население нашей страны одеться так, но так тоже можно. Это джендер-нейтральная мода, это мода на вещи, у которых нет пола. И такие вещи наполняет собой уже человек, и видно, насколько осознанно собран этот комплект. Мне очень нравится поза, она вроде бы продуманная, при этом расслаблена за счет того, что лицо уведено от кадра. Здесь нет какой-то надуманной позировки, просто супер. Чабик, молочина, очень красиво, очень круто, вау! И еще один лук от Чабика. Это офигенно! Причем мне нравится, что такой комплект можно повторить из вещей из масс-маркета. Здесь черная водолазка, простая классическая белая рубашка. Здесь на Чабике, правда, галстук Прадо черный, но галстук может быть и обычным, без треугольничка фирменного от Прадо. Черное пальто узкого силуэта. У рубашки, кстати, заметьте, рукава и манжеты под запонки, и запонки в этом случае не используются. За счет этого манжет распускается, становится очень длинным. Супер! Черные очки, небрежная укладка. Видно, что сделало все это как будто бы наскоро, хотя, возможно, мы очень долго старались. Офигенно! В ухе еще вместо сережки, по-моему, булавка. В общем, Чабик бомба! В Париж передаю привет, Чабик, если ты в Париже, мы на одной волне. Очень красиво, очень тонко, очень элегантно, очень современно, прям отлично. Очень хвалю. Вы знаете, мужские луки сегодня супер. Вот все мужские луки, которые мы обсуждаем, прям отлично. Возможно, это связано с тем, что у мужчин не так больше возможностей самовыражаться. И в мужской моде не так много каких-то сложных вещей, и, возможно, в мужской моде проще ориентироваться, хотя в последнее время в мужской моде действительно какой-то бум на что-то экстраординарное, на каблуки, юбки, гипюры и вот все эти самые вещи джендер-нейтральные. В женском моде так много всего происходит, и, возможно, многие девочки просто не могут почувствовать, не могут разобраться, не могут сфокусироваться, и поэтому совершают много ошибок. В общем, мужские луки сегодня просто отменные. Ну вот, мужские похвалил, и тут такое нас с вами ждет. Просто коачелло. Обсудим. Знаете, даже ругать не буду, честно говоря. Если в Дука 4 из Бужи и Бутик Резорт так ходит всегда, ей этот стайлинг нравится, это коачелло стайл, это ковбойские сапоги с женственной гипюровой юбкой, с кожаным бра, еще и с ковбойской шляпой, и все это про эстетику, которую эта девушка транслирует перманентно, то ее право выглядеть так. Да, надуманно, да, сложно, да, слишком акцентно. Давайте разбираться. В целом мне не нравится, но если этот образ составлен под конкретную ситуацию, например, для музыкального фестиваля, под Куачелло, возможно, реально для какой-то вечеринки на курорте, видно, что это какой-то там резорт, бутик, то претензий не имею. Если все остальные там будут выглядеть так же, но если так оделась девушка и в этом наряде пойдет куда-то, где так выглядеть просто неуместно будет, то тогда, конечно, я буду ругать. В общем, если это под музыкальный фестиваль, оставляем, не паримся и продолжаем кружиться и пить пиво. Ой, еще одна тема возрастной моды, сейчас будет она поднята. Смотрите, как элегантно. Смотрите, как круто и как осознанно Мила носит свои седые волосы. Очень красиво. Мы с Милой, кстати, недавно переписывались, она сделала комплименты мне, я ей. Вот, пожалуйста, еще один пример потрясающей возрастной, в хорошем смысле, элегантности. Принятие себя и своих седых волос, принятие того, что можно круто выглядеть, при этом собирать комплекты из классической универсальной одежды. Здесь мы видим белые нейтральные кеды в спортивном стиле, черные классические брюки, белую рубашку, черный жакет классической формы очки, забавный кавер на айфон с леопардовым узором. И здесь он меня не смущает, в этом есть какая-то ирония и легкость. Смотрите, как обыграны вещи, что манжеты рубашки задраны поверх рукава жакета. Выглядит все это очень легко и небрежно, рубашка не заправлена. Кстати, было бы прикольно, если бы рубашка была еще на два размера больше и, например, длиннее, чем жакет, чтобы она чуть-чуть торчала из-под всей линии жакета, было бы просто идеально. В общем, мило, вам передаю приветы и это очередное подтверждение, что у моды возраста нет. Ищите свой уникальный стиль, ничего не бойтесь, очень красиво. И еще одна классная тема, офигенно, просто офигенно. Я на самом деле посмотрел еще несколько комплектов этой девушки, к сожалению, не знаю, как ее зовут, Ожур, будем считать, что имя Ожур. Супер все. Мне нравится этот свитер с дырками, которые как будто бы собаки покусали. Мне очень нравится эта стрижка, горшок, которого не сделаешь всем и видно, что Ожур чувствует эту стрижку. И объемные очки, и джинсы, и этот же свитер надет с юбкой в мелкий горошек. Как классно проработаны аксессуары, грубая обувь. И в случае с юбкой акцентной становится сумочка такого немножко горчичного оттенка, а в другом комплекте с джинсами эта маленькая черная сумочка на цепочке. Супер круто, очень красиво, потрясающе. Гораздо лучше, чем многие молодые девчонки, чьи луки я уже успел сегодня обсудить. И еще один офигенный мужской лук. Прям вот подразошлись мы с вами к концу. Это Алексей 012 из Сочи. Я, честно признаюсь, посмотрел практически весь инстаграм Алексея. Я в восторге от его комплектов. Они мужественные, но при этом очень стильные и очень круто проработанные по цвету. Вы посмотрите. Но это то, на что нужно опираться, когда вы собираете классные непровокационные мужские образы. Джинсы с дырками. Это выглядит очень современно. Кеды чистейшие. Видно, что Алексей следит за всей своей одеждой. Хлопковая авоська. Классная куртка, надетая поверх другой куртки. Очень круто собрана по цветам. И покажу вам сейчас еще один образ Алексея. Я просто в восторге от этого комплекта. Посмотрите, как круто здесь проработаны цвета. Это на самом деле филигранная работа. Все вещи явно не из одного магазина. Это время, которое Алексей тратит на то, чтобы вещи подобрать друг другу по цвету. И, кстати, если вы, например, под брюки или юбку конкретного цвета ищите топ, возьмите на шопинг с собой эту вещь. Иногда вам в магазине может показаться, что они по температурности и по цвету подходят друг другу, а на деле окажется не так. Поэтому не бойтесь на шопинг взять с собой ту самую вещь, которую вы ищите пару. Пару обуви или топ или свитер или джемпер или куртку. И вы в магазине сможете цвета сравнить, представить друг другу и даже примерить уже эту вещь с находкой. Будет очень классно. Мне кажется, Алексей так иногда делает. Леш, ну тебе тоже передаю огромный привет в Сочи, если ты в Сочи. Ты большой молодец. Очень классно сделаны снимки. Мне нравятся фаны. Мне нравится, что это все очень легко, небрежно, в движении. И из тебя, конечно, можно и нужно брать пример. Ну и обсудим напоследок лучок моего дружка. И мне кажется, Иван тырит мои луки. Ваня, не тырь мои луки. Здесь все, как у меня. Здесь голубые джинсы, потертые, отрезанные ножницами. Здесь грубые черные ботинки. Здесь даже сумка Ботегу Венета, как у меня из одной из последних коллекций. И черное пальто, и толстовка с капюшоном спортивная, и шапка. Ваня, ну так нельзя. Ну, конечно, я шучу и иронизирую. Конечно, я не считаю, что этот образ является какой-то моей личной уникальной разработкой, что Ваня мне его стырил. Иван отлично миксует достаточно простые вещи друг с другом и усложняет этот комплект каким-то особенным аксессуаром. Пожалуйста, базовое черное пальто, которое должно быть у всех. Базовая толстовка, базовая вязаная шапка, идеальная. Базовые голубые джинсы, базовые черные ботинки и небазовая, очень, кстати, неудобная сумка Ботега. Очень классно получилось. В общем, Иван690 посмотрел на твой лучок, обсудил, радуйся, видел, что ты меня отметил на нескольких ночи. Хотелось, наверное, в мой влог попасть, да? Вань. Но попал во влог. Поздравляю, это еще и последним луком был. Мне кажется, отличный получился формат. И напоследок покажу вам мой самый любимый лук, который отметили хэштегом lookforrog. Ну, давайте вместе на него посмотрим. Ну, я считаю, что это офигенно. Я обожаю юмор, иронию. Теплова Мария. Ну, супер же! Лук супер! Ну, это же классно, именно такое фото отметить нашим хэштегом. Правда, круто, очень похоже на towel series, series полотенцами от Марио Тестино, известный фотограф, который моделей и известных людей фотографировал в полотенцах. Очень классно, полотенце на голове, чистейшее белое белье, черные очки, очень круто поймали свет. В общем, теплова Мария. Напоследок ваша фотография стала, знаете, такой вишенкой на торте. Ребят, всем спасибо большое. Понимаю, что обсудил не все образы, но я надеюсь, что этот обзор был полезным и получился достаточно симпатичный формат. Так что оставайтесь на связи. С вами был я, Александр Рогов. Вы смотрели Рогов Live на YouTube. Постараюсь ролики делать чаще, хотя каждый раз это обещаю и каждый раз не сдерживаю слова. Вы смотрели Рогов Live. С вами был я, Александр Рогов. Ваш самый любимый влогер, самый любимый блогер, самый любимый тиктокер, самый любимый автор книг, самый любимый стилист, самый любимый телеведущий и самый-самый-самый-самый-самый любимый человечек. Я вас люблю. Не унывайте в самоизоляции. Я уверен, скоро все это закончится и мы с вами пойдем тусоваться, обсыпемся блестками и будем танцевать до утра. Пока!